Пока все отдыхали, он трудился, не покладая колес. Подведены итоги проекта «Техномобиль техносмена» фонда «Доброе дело». Лаборатория на колесах в летние месяцы путешествовала по детским оздоровительным лагерям Ивановской области. Ребята, которые интересуются новыми технологиями, могли освоить лазерный резчик, 3D-принтер, робототехнику. Участников проекта в минувшую субботу пригласили на экскурсию в Фонториум, святую святых технического творчества. Я думаю, что через программу «Техномобиль техносмены» прошло чуть более 500 детей. То есть около 560-570 человек, которые заинтересовались, им было это интересно, их выбирали по вопросу, интересно ли вам техническое творчество, формировали заранее тех людей, которые интересуются им у тех детей. И вот таким образом количество людей где-то 560-570. Когда первый раз к нам приехал «Техномобиль», Александр Борисович приехал и предложил эту встречу для наших детей, будущее, мы немного волновались, мы не знали, что нас ждет. Но потом с каждым вторником приезжали они к нам каждую неделю, каждый вторник. Дети уже ждали на линейке, они ждали этого нового. Конечно, мы не даем скучать детям в лагере, но именно вот эта изюминка, я бы так сказала, это изюминка, которую дети ждали с удовольствием, с огромным. И мы очень благодарны команде. Дети узнавали много нового. Много же у нас детей не только из города, много детей из области, которые, может быть, и впервые сталкивались с этим, и с моделированием, и с компьютерной графикой. Поэтому мы очень благодарны. Техномобиль – это дополнительное образование с доставкой. Задача – заинтересовать детей, показать возможности современных технических средств. Приезжал в Березовую рощу техномобиль, в котором был лазер, где мы могли распечатать любой рисунок. Также нам показали 3D-принтеры, и мы создали свой рисунок. Например, я создал значок языков программирования, который мы распечатали с помощью лазеров. Техномобиль – мини-версия Кванториума. Из последнего молодому человеку идти неувлеченным или, как минимум, неудивленным – просто невозможно. Здесь летают квадрокоптеры, выполняют команды роботы. А старая добрая классика – оживает. Дополненная реальность – это когда к изображению добавляется интерактив. Кванториум «Новатория» совместно с Плёским музеем-заповедником запустили приложение, благодаря которому поживают картины. То есть точно так же анимированный корабль плывет, да, то есть ощущение того, что это происходит здесь и сейчас. И экскурсия становится более интерактивной, интересной. Вот в таком формате. Очень часто бывает, что ребята хотят прийти сразу же, начать заниматься. Здесь мы сталкиваемся с тем, что набор у нас идет два раза в год, в августе и в январе месяце. Поэтому очень часто приходят ребята, родители, которые были на экскурсии и сейчас хотят продолжать или начать заниматься у нас в детском технопарке. Но нужно отметить, что с этого учебного года мы ввели формат краткосрочных курсов, когда все ребята, желающие, могут попробовать начать осваивать какие-то компетенции. Будь то программирование, паяние, вот, какие-то вот такие вот, что можно пройти краткосрочно, действительно, они записываются уже на этих направлениях. И очень часто ребят мы видим уже в рамках наших сред, краткосрочных курсов. Ребят помладше на базе корпуса «Новация» на Типографской 25-55. И ребят постарше здесь у нас в детском технопарке «Кванториум». Может быть, для кого-то из этих ребят, приехавший однажды в лагерь, «Техномобиль» станет толчком к занятиям техническим творчеством. Большие открытия и новые совершения часто начинаются именно с таких, на первый взгляд, случайностей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.